Наступало время жатвы силы. Все заветное, все невозможное, что казалось вымыслом, несбыточным, опыт и труд превращали в реальность. Я выходил к черте 600 килограммов. Оставалось прибавить к лучшим результатам в каждом из упражнений троеборья по 5 килограммов, и я ложился на заколдованную черту силы. И за какое-то время совершен этот переброс? Каких-то 3-4 года. А ведь только от 400 до 500 килограммов в сумме троеборья атлеты шли без малого почти четверть века. И все усилия раскладывались на поколения. Выбывал один, начинал приручать железо другой. Мангер, Дэвис, Шеманский, Хепберн, Эндерсон. Я всегда был осторожен с прогнозами. Знал. Сила каверзна. Падение может ждать тебя и на последнем шаге. Но тогда, с Хайнцем Шеве, я впервые открыто заговорил о 600 килограммах. После того, как освоил новый стиль рывка и на тренировках начал выкатывать наверх и без натуги веса, близкие к мировому рекорду, я утратил прежнюю скупость на слово. Теперь она даже мешала. Лучше даже подстегивать себя словом. Главное препятствие преодолено. Ведь в рывке сосредоточивалась прежде невосполнимая потеря килограммов. За результатами вспомогательных упражнений я уже видел цифры, из которых складывалась рекордная сумма. Я выходил из нее. Уже ничто не могло удержать меня. Поэтому я и сказал Шеве, 600. Они скоро будут моими. Да, 600. Мне по душе два откровения Эразма Роттердамского. Другим, чем какой я есть, быть не могу. Люди, поверьте мне, не рождаются, а формируются. И еще я помнил запись в дневнике 17-18 ноября 1853 года Льва Николаевича Толстого. Ничто столько не препятствует истинному счастью, как привычка ждать чего-то от будущего. Волей подчинять обстоятельства и судьбу. Следовало проверить себя в новом стиле рывка. В воскресенье 26 января я выступил вне конкурса на соревнованиях молодых штангистов Москвы. Прохладно, неуютно чувствовал я себя. Задолбить едва ли не десятилетием управления штангой в ножницах и теперь все забыть? В новом стиле каждое положение чужое, неудобное. Я просто выхватывал штангу, не управлял ею. Это стало ясно. 28 января советский спорт сообщил о моем выступлении. Власов попросил установить на штангу 168 килограммов. Этот рекордный вес он вырвал с третьей попытки. Примечательно, что олимпийский чемпион изменил способ подседа под штангу. Перешел с ножниц на разножку. Низкий сед. Рекорд был установлен с такой легкостью, что специалисты ожидают от Власова в ближайшее время нового мирового достижения в этом упражнении. Итак, теперь все четыре рекорда мира в каждом из упражнений троеборья и сумме троеборья для атлетов тяжелого веса принадлежат советскому богатырю Юрию Власову. Рекорд в рывке часто ускользал от меня в годы владения титулом «Самый сильный в мире». Теперь я надеялся прочно привязать его к себе. Я не владел техникой этого упражнения. Я рвал на силу, грубо протаскивал штангу наверх и подсаживался под нее. Ни мощного разового подрыва, ни темпового, резвого и слаженного ухода вниз под штангу, только одна грубая сила. Легкость, которую отметили специалисты, тоже была от этой новой силы. Субтитры создавал DimaTorzok